Приветствую вас. Давайте поговорим про демократию в Древней Греции. Здесь даже вновь такая книжка, но хотя еще больше. Напоминаю вам, что вообще-то считается, что Греция зародилась демократией. Но, обращаю ваше внимание, что в начале там не было такого понятия как демократия, а действительно были цари. Хотя скорее это была военная диктатура. Знаете ли вы или нет, что первоначально Греция, она была не столько торговой государством, или государствами, сколько земледельческими. Вначале там появились самые обычные поселения, которые возделывали землю. Но так как земли для возделывания было мало, естественно, были конфликты между этим поселением. По этой причине нужны были цари или, скажем там, военачальники. Потому что первые цари это фактически были военные диктаторы, которые имели свои армии, ну или защищали полис, или наоборот захватывали полис соседский. То есть вот это был период царей. Одиссей, это один из таких вот бандитов, ну или царей, или как хотите, или там военных диктаторов, потому что он жил за счет военного разбора. Вы же это поняли. И этот период был довольно таки долгий. Ну и в других странах то же самое было происходило. Та же Несопотамина, а что Египетне, то же самое. А потом, ну сложно сказать, вот почему это получилось в Греции, но не получилось, к примеру, там Несопотамина. Сложно. Ну что-то такое там действительно произошло, мировоззрение или взгляда, когда действительно начал формироваться то, что мы называем демократией. Теперь объясним почему. Значит смотрите, в чем была самая большая проблема во времена вот этих вот военной диктатуры. Военный диктатор или скажем вот так вот этот царь и его армия конечно не работала, но им надо было за счет чего-то жить. Они брали у жителей, ну полиса там, поселения, продукты питания, соответственно, там одежду. То есть они жили за счет этого поселения. Но как чаще всего бывает, у диктатора есть одна большая проблема. Он берет все что хочет, в результате больше всего страдали от царей зажиточные землевладельцы. Или зажиточные, ну давай назовем их крестьяне или горейки, как хотите. Почему? Ну вот приходят, к примеру, они там до педного пастука, у него там приказы. Ну что с него возьмешь? Ну по шее дал и пошел. А заходишь в имение богатого землевладельца. О, тут ты это забрал, вино забрал, оливки забрал, мясо забрал, быков забрал. О! Естественно, что вот среди богатых, сейчас повторяю, зажиточных землевладельцев и зародилась демократия. Они явились основой зарождения демократии. Чтобы немножко правильно поняли, у нас всегда как-то про калабур, не про это говорят. В чем фишка? Что действительно появилось в Греции, что не было в Крептистане? Не сразу, сейчас говоря, это прошло, там, даже в какие годы, столетия уходили. Вот сформировалась некая такая модель. Есть общество, ну, мы называем полис населения. И вот это общество нанимает власть. Чувствуете? Вы, наверное, слышали общественный договор. Такое слово в Греции я не читал, но я скажу, с количеством оно существовало. То есть, имеется в виду, есть власть, есть население. Население нанимает власть, нанимает власть. Или главнокомандующая и армия. Которая защищает это последнее. И теперь внимательно. Именно полис населения определяет, сколько платить своему царю, своему главнокомандующему. Слышали. Не царю, а полис. Поняли разницу? В диктатуре царь определяет, сколько брать. В демократии, наоборот, общество или население определяет, сколько платить власти. Вот это и есть разница демократии. Я не знаю, как мы к этому пошли, но вот это действительно изобрели греки. Это факт. В других районах такого не додумались. Вот это разделение, в общем-то, является основой даже в современном мире. Все то же самое. Классика. Ну, Российская империя. Кто? Император. Он определяет, сколько чего брать, чего не брать. Правильно? Советский Союз. Первый секретарь. Или генеральный секретарь. Он говорит, сколько брать, сколько не брать. Он царь. Он диктатор. То же самое. Абсолютно. Россия. Путин. Ну что, на сегодняшний момент вы хотите сказать, что российский народ определяет, какие платить налоги? Да не смешите. Ну что вы. Это для этого есть Путин и ее образ. Да, такое существует. Вы скажете, а где есть другая система? Про это я потом расскажу. Не так все это просто. И так вот так вот образовалось. Причем, обращаю ваше внимание, что процесс вот этого восстановления демократии занял очень много времени. Историки спорят. Некоторые называют 200, другие называют 500. Не удивляйтесь. Это не значит, что это появилось. Раз и все. Куда-то. Вы же не забывайте, что на Грецию был момент, когда пришли там завоеватели. Потом часть завоевателей выгнали. Часть завоевателей захватили греку. Потом некоторые завоеватели смешались. Процесс был же не просто такой. И сама вот эта демократия, когда есть полис и есть грубая власть, тоже трансформировалась. По этой причине на каком-то этапе действительно в Греции были моменты, когда были такие города, государства, полисы даже на самом деле, где власть избиралась. Это действительно было как бы. Были такие государства, где царей избирали. Ну царь то же самое как бы, но его избирали. А в Греции были же такие, где цари остались. Ну название поменяли просто. Их подробно назвали. То же самое. Та же самая диктатура осталась. Та же самая. Где определял все царь. Диктатура осталась. Но. Обращаю ваше внимание, что опять же демократия в Греции так немножко интересно трансформировалась. Они же экспериментировали. Я еще говорю, это чтобы быстро было. Ну вот смотрите. Знаете, извини, что избирали на год-два. На очень короткий интервал времени. Почему? Считалось, чтобы человека, который избрали, не обрастал или не превращался в диктатора. Его избирали на год, потому что была ротация, ротация, ротация. Ну и плюс ко всему, в чем смысл? Смотрите. Избирают. Если человек не справляется за год, избирают другого. Логично. Абсолютно. Вот у нас сейчас избирает президента 5 лет. Мы видим ее. Началь надо. Надо ждать. Вот. А видите, греки насчет этого были были хитры. Сразу говорю. Не было такого жесткого, что нельзя несколько раз избирать. Хотя были такие моменты, что ограничивали. Такое слово было, да. Но это не всегда. Но были такие моменты, когда ограничивали, можно было там избираться два-три. Там еще была интересная вещь. Очень. То, что у нас сейчас нет. Для того, чтобы вас избирали на более высокую должность, сначала вас должны были избирать на более низкую. И, грубо говоря, вы на этой более низкой показывали жителям полиса, что вы можете управлять. А потом вас избирали выше. О! Классная идея, правда? Но не работает сейчас такой. А тогда такая была система. Еще интересная ситуация. Сразу говорю. Не сразу. Не сразу. Но. В греческих полисах был такой закон, что лица, которые избирались на самый высокий пост, никогда не получали оплату. Никогда. Они, скажем, управляли, распределили бесплатно. Почему? Все очень просто. А считалось, что человека, который избирают, это почетная обязанность, что его избирают в самом главном полисе или военачальном. И тому подобное. Мало того, он выдачить был за счет своих денег. Проводить празднества. Вот там все жертвоприношения делают. Да, да, да. Но это тоже было сделано не сразу. Пришли к выводу, что если платить, тогда, так сказать, начальники будут хотеть нории. Потому что это будет как бы источник дохода. А он не говорит. Нет. Это почетная должность. Хотя здесь надо обратить внимание. Ну, чем они платили. Вообще, ну, тут, конечно, немножко менталитет греков. Если руководитель полиса оказался удачным человеком и по завершению его, так сказать, полномочий, ему могли устроить триумф. То есть его, что называется, устраивали празднество в честь его, как в честь Бога. За это он и работает. Не за деньги. Обращаю ваше внимание, что вот чиновникам, если так выразиться, платили. Вот там есть такое описание, что вот лица, которые, скажем, смотрели за состоянием укреплений города, вот они получали вознаграждение. Они считались как бы работники. А вот самый главный там, я не помню, как это было. Это тракт или как это. Бесплатно. Вот такая система была. Не удивляйтесь. То есть видите, как бы демократия работает. А вы говорите. Но! Вот эта демократия зародила Альхавр. Как получилось? Да все очень просто. Понятное дело, что избирая, ну, скажем так, людей на бесплатную работу, возникла ситуация, что избирали только зажиточных. То есть, я должен сказать, что вот когда была война, или постания против царей, чаще всего самые бедные греки поддерживали цари. Были случаи, когда цари возвращали свою власть, заполучив поддержку среди бедных греков. Вот еще раз говорить, что диктаторы обожают любви. Обожают, обожают. Так точно диктаторы любят любви. Почему? Во времена Советского Союза любили нищих. Да, по той простой простейне, что коммунисты могли держаться при власти. Пока страна нищая, богатой стране слабочная. Та же самая идеология. Та же самая. Хотя грец. Ну, и сразу говорю, что действительно это зародило олигархов. Потому что он сказал, да, вот избирает его бесплатно. Но он начинает такую проводить политику, он же руководитель все-таки, что за год его земельный участок увеличивается. Да, увеличивается. За счет прахта земельных участков его избирателей. А дальше происходит все гниально. Вот сразу смотрите, это действительно как бы исторический факт. Но это факт. Естественно, что народ возмущается. Ну, как так? Он такой нехороший забрал один участок, второй, третий, богатый. Ой, как плохо. Мы его. Что он делает? Перед выборами он делает великий праздник. С веном, девочками, тортанцами, развлечениями. Вы как думаете, кого избирали? Все верно. То есть, как видите, вот эти паки с гречкой изобрели не сейчас. Это вечная тема. Всегда можно купить по дачкам. Ну, естественно, получалось еще и ситуация. Так как он был землевладелец, а тогда еще была такая система, как бы он часть земли отдавал в аренду. Естественно, что все арендаторы, все, кто там был родственник, голосовали за кого? Естественно, за него они были завязаны. Вот по этой причине действительно на каком-то этапе вот эта вот проблема или засилие олигархов начало возмущать свободных греков. Потому что получалось, вроде бы ж, ну, клема негде ставить на этого олигарха. А его постоянно избирают, избирают, избирают. Тогда решили в виде исключения вести такой, как тиран. Тиран – это, типа, избираемая должность. Она была избираема, но она предполагала некую самостоятельность. И, опять же, логика заключалась в том, что она предполагала длительность. То есть, если вот эти всех остальных избирали на длительный интервал, для чего избирали? Чтобы он навел порядок с олигархами. Тиран. Он навел. Но после того, как он навел слово «тиран», вы сами поняли, как он. То есть, заканчивалось все чем? Действительно, тираны разоряли олигархов. Такое было. А потом тираны становились олигархами. Такое тоже было. И делилось. Так что все тоже стало. По этой причине, когда сейчас говорят, давайте сейчас мы разорим олигархов. Я говорю, ничего не поменяется. Вместо одного появится другое. Ну и тиран действительно, почему стал нарицательным? Потому что они очень злоупотребляли. Если олигархи наглели, то тираны то, что там действительно казнили, убивали, захватили. Представляете как? Олигарх забирал участок, используя такие юридические уловки. Что называется. Дологи и так дальше. А тиран забирал участок у олигарха. С помощью армии. Приходил, забирал. Все. Понял разницу. Ну дальше вы сами знаете, чем эта демократия закончилась. Платон великий. Разрабатывал большие концепции. Писал и завел некую такую модель. Он считал, что это демократия хорошо, но надо ее усовершенствовать. Он даже в свое время пытался там одному тирану, одному пользу советовать. Ничего не получилось. Не срабатывал. Понимаете правильно, что действительно существует как бы две модели. Или Республика Олигархов, или диктор Плопов. Может ничего. Да. Вы скажете, что в Украине? Республика Олигархов. Классическая Республика Олигархов. По этой причине, да. Нет у нас диктаторов. Но определяют на сегодняшний момент олигархов. Хорошо или это плохо? Я бы не сказал бы хорошо. Но не сказал, что это плохо. Такая ситуация. Вы скажете, а вот в Европе что? Республика Олигархов. США Республика Олигархов. Да. Там нет диктаторов. Но, смотрите, какая система. Действительно, на каком-то этапе там сформировалась вот эта вот, что называется, показуха. Умение. Помните из речей, но это уже о кремле, там, хлеборазвлечения? Вот что не умеют наши олигархи? Развлечения. Не умеют. В Европе это умеют. Они очень красиво выстраивают шоу выборов. Ну, вы сами понимаете, вы что хотите сказать, что любой человек может стать канцлером ФРХ? Да не смешите. Или президентом Франции. Не смешите сто раз. Понятно, что это определяет олигархи. С другой стороны, что они делают это красиво. Упаковывают красиво. И делают красивое шоу. В результате, если вы внимательно посмотрите, фактически, ну, радикально ничего не меняется. Какая-то группа олигархов поднимается, одна опускается. Но они между собой, обращая внимание, воины стараются открыто не вести. И один на одну уничтожат, тоже стараются. То есть, есть уже традиция. Есть олигархи. Они управляют страной. Они, как бы, для развлечения народа избирают или президента, или канцлера в зависимости. Народ доволен, считает, что он принимает член. Но все решения принимают олигархи. Рассказывает вопрос, кто определяет налоги олигархи? Ну, типа народ. Но прослойка олигархи. То же самое у нас. У нас прослойку олигархи определяют налоги. Они больше всего не доступят к бюджету. Да. Они там зарабатывают. То, что они берут больше, чем надо, ну, такое есть. Ничего этого не подумаешь. Вот такая эта вот демократия. И есть диктатура, где один царь, ему подчиняются, как бы, все другие олигархи, его боятся, он определяет. Давать, не давать, делать, не делать. Можете поспорить, что лучше. История пока ответа не дала. Так. Так. Управление.